Россия ввела санкции против дочерней компании российского газового монополиста «Газпром Германия», поскольку в начале апреля она была передана под управление Федерального агентства по сетям Германии. Москва включила в санкционный список в общей сложности 31 компанию. Она запретила российским фирмам торговать с ними, заключать сделки и осуществлять платежи. А судам этих компаний будет запрещено заходить в порты России. Первая реакция Берлина была такой. «В целом необходимо отметить, что ситуация так сильно обострилась, что угроза использовать газ, нефть, энергоносители в качестве оружия сегодня действительно становится реальностью». Однако в Берлине отметили, что российские санкции коснутся лишь газохранилищ и импортеров газа. Но не затронут напрямую операторов газопроводов. А из заведённых России санкций Германия недополучит лишь 10 миллионов кубометров газа в день, что составляет не более 3% поставок российского газа в Германию. При этом Хабек успокоил, что у Германии есть альтернативные варианты поставок и что безопасность с энергоносителями в данный момент гарантирована. «К этой ситуации и другим возможным сценарием мы подготовились. Это значит, что будет предоставлена финансовая помощь и будут другие инструменты по обеспечению безопасности газоснабжения. Правительство Германии сделает всё возможное для того, чтобы стабилизировать «Газпром-Германию», который находится под нашим управлением». Напомним, в апреле «Газпром-Германия» временно перешла под контроль немецкого государства. После того, как российский гигант «Газпром» попытался перевести активы в Германии на другие компании. Пока речь не идёт о национализации, а лишь о временном внешнем контроле сроком до конца сентября этого года. «Газпром-Германия» управляет, среди прочего, крупнейшим в стране газовым хранилищем в Редене, в Нижней Саксонии. Однако в последнее время это газохранилище было практически не заполнено. И, как пишут российские СМИ, фактически Москва запретила заполнять европейские хранилища российским газом. Правда, непонятно, как Россия сможет это проконтролировать. Под российские санкции также попала крупная компания «Вингаз», поставляющая газ муниципальным предприятиям, и оператор газовых хранилищ «Астора», а также польская компания «Юрополгаз», владелец польского участка газопровода «Ямал-Европа». «Газпром» уже заявил, что он не будет поставлять газ в Европу через этот газопровод. Министр экономики Германии Хаббек заявил, что в Берлине готовы к дальнейшей эскалации ситуации с поставками российского газа. Он напомнил и о перебоях с транзитом через Украину. Вчера Киеву пришлось на треть ограничить объёмы прокачки российского газа через свою ГТС из-за того, что станция в Сохрановке оказалась под контролем российских войск. Дополнительно ситуация осложняется также требованием Москвы к европейским партнёрам платить за газ в рублях. Сегодня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что европейские компании могут платить рублями, не нарушая санкции Евросоюза. «Это серая зона. И, собственно говоря, доказательства, которые мы видели, да, я думаю, что по состоянию на сегодняшнее утро крупнейший импортер газа в Германии уже заплатил в рублях. И, собственно говоря, большинство импортеров газа уже открыли свои счета в рублях в «Газпроме». Речь идёт о немецкой компании «Унипер», которая, однако, это обвинение отвергла. Возможно, уже эту зиму Германия сможет пережить без российского газа, считает министр экономики Роберт Хабек. «Если мы к концу года полностью заполним газохранилище, если два из четырёх арендованных нами плавучих танкера для сжиженного природного газа, будут подключены к сети. И если мы будем серьёзно экономить энергию, то в случае прекращения поставок газа из России мы могли бы кое-как пережить зиму». Германии также следует как можно скорее сделать всё возможное для перехода на возобновляемые источники энергии, считает Хабек.